Все, можно начинать. О чем у нас сегодняшний будет разговор пойдет? Сегодня мы научимся устанавливать Unijine, создавать новый проект, запускать его и разберемся, куда писать код. Потому что вы сегодня услышали много чего интересного или, возможно, услышите завтра Unijine и захочется его попробовать уже. Скорее в бой проверить, насколько там все, как говорят эти ребята в черном, или там все очень плохо. Надо же проверить. Никому не верьте, потому что такие нынче времена тяжелые. Нужно все проверять самим. Так вот, как это сделать? Показываю грамотно, чтобы нажимали на правильные кнопочки, но они правильные не нажимали. Заходим на сайт unijine.com Плохая была идея, да? Леха, вернись назад. Получается, проиграл. Все, здесь где-то можно нажать get unijine, вас перетянет на другой сайт. Скачать. Надо что-то зарегистрироваться. В общем, в итоге, после долгих прохождений, вы дойдете до вот этого сайта. Developer.unijine.com О, я здесь есть уже. Здесь можно скачать давно от Unijine. Сюда вы попадете, и вот он начал скачиваться. Скачается SDK браузер. SDK браузер, как у всех, у Unreal, у Unity, вот у всех. В этих есть штука, которая помогает вам. Вот, тут есть проект. Давайте его удалим полностью. Все, у вас вот так вот открылось. Тут нужно будет скачать правильный SDK, выбрать версию. Смотрите, у меня есть, типа, доступны все версии. Так получилось. В общем, у вас будет, наверное, меньше, если вы не заплатили. В общем, у вас вот такая в итоге установится. Два комьюнити. 2.18.1, текущая актуальная версия. Скоро выйдет 2.19. Мы надеемся в июле. Но это не обещание, это так. Чисто спойлер. Да, еще не факт, может, в октябре. Мои проекты. Все, все, Кирюш. Ты мне главное HDR туда добавь, и все, и сразу выпустимся. Как создать новый проект? Создаем новый проект. Что у нас здесь можно сделать? Можно написать имя проекта. Фига себе. Куда? На какой версии? Это не смотрим пока. Какой шаблон под VRS или пустой? Скоро будет еще больше шаблонов. Мы сейчас набираем людишек, которые будут делать нам шаблоны. Ну и, собственно, язык. C++ нам не интересен. Это для каких-то разработчиков. Мы C-sharp, вот, C-sharp.net. Precision, Double или Float. Вот, честно, пофиг, но давайте на даблах, там просто тяжелее. Там придется вектор направления постоянно в D век 3 преобразовывать. Или наоборот, позицию просто в век 3. Это вы потом поймете, когда начнете программировать. Сейчас мы все это делаем. Все, создаем новый проект. Три минуты мы потратили на объяснение. Если какие-то вопросы есть, там можно тоже в целом вкидывать, кричать там просто с места. Не обязательно руку поднимать. Либо они будут быстро там как-нибудь летать. Но мы подумаем, зачем нам дабл в процессе. Все знают, что если в комьюнити нет даблов, то это неправильная комьюнити. Как только даблы в комьюнити появились, сразу все начали выпускать тысячи игр на Unijine. Создали мы… У нас есть три волшебных кнопочки у проекта. О, еще такая-то вот такая. Open folder. Вот, собственно, это наш проект. У нас есть папочки bin. Там, где у нас все всякие непонятные файлики, DLL-очки, что-то какие-то, PDB-шки. Неинтересно. В общем, дата, где хранится весь наш контент. Не знаю, что это. Не знаю, что это. Это и исходники, и не знаю, что это. И три, вот, как это называется, батнички для запуска. Для запуска редактора, для запуска дебажной версии, для запуска релизной. Все понятно. А, ну и, собственно, проект на C-Sharp. То же самое можно сделать отсюда через эти три кнопочки. Запустить сразу редактор, запустить и доеху, запустить проект. Давайте все это дело нажмем. Разрешить. Unijine доверяем. Запустился у нас, запускается редактор. Вот это пустой проект. Запустилось и доехал. Мы видим в Visual Studio, у нас здесь какой-то проектик сразу открылся с какими-то файликами. И что, ну давайте сразу запустим пустой проект, посмотрим, как это выглядит, как это работает. Вот у нас какой-то пустой проект. Тут что-то какие-то объекты катаются. Какой-то был артефакт. Мы его не видели. Что-то происходит. Можно побегать, подняться по лестнице, как в Counter-Strike. А, твою мать. Не, shift есть. Вот я на shift поднимался, поэтому и… Вот тут даже есть стекло, видали? Классные отражения. Всякие вон красные отражения. Я не знаю, что это такое. Я программист, мне пофиг на самом деле. Все, мы посмотрели на… У нас уже новый проект, у нас уже какая-то ошибка в консоли. Консоль открывается на тильду, как в Half-Life, как в Counter-Strike, как в… Еще, да, в Quake, вот еще игры на этом движке. Тильда. Не, не на Unijine, я имею в виду, а я просто начал перечислять Half-Life, Counter-Strike, да, Team Fortress. Что, мы поиграли, посмотрели, у нас какой-то код есть, там какой-то First-Person, этот плеер. Он нам не интересен абсолютно, потому что у нас же, мы же решили Tower Defense. Поэтому мы First-Person удаляем, из освещения мы оставляем только солнце, освещение удаляем, динамический контент удаляем, статический контент оставляем, только землю, все остальное удаляем. Отсюда все удаляем, отсюда все тоже удаляем. Все, супер пустой проект. Ничего нету, только plane, кайф. О, мы еще нечаянно удалили рендер-сеттингс, он теперь будет жаловаться на то, что у нас нет рендер-сеттингсов. Давайте сделаем вот так вот просто из мира. Все, больше никаких ошибок не будет. Запускаем проект, смотрим, что получилось. У нас все черное, потому что мы еще камеру удалили. Добавляем камеру. Создаем камеру. Камеры, камеры четыре штуки есть. Dummy – это просто камера, которая никак не двигается, но там ее надо как-то через какую-нибудь логику двигать, что-нибудь такое. Persecutor – это персекьютор, да, преследователь. Актор – это который что-нибудь там бегает, взаимодействует со всем. И спектатор – просто камера, которая летает по сцене, как в редакторе. Собственно, она нам и нужна. Пока мы начнем с нее, потом подумаем, что с ним делать. Создали камеру. Можно подвинуть, можно на нее переключиться, чтобы видеть, как она видит. Все, где-то вот остались мы вот тут. Давайте попробуем запуститься. Камеру-то мы создали. Опять что на экран. Мы забыли сказать, что эта камера теперь у нас главная. Все поняли, как я это делаю? Нажал на камеру, вот открылось свойство, панелька свойств. Здесь вот самая первая галочка – main player. Все, если вы до этого уровня дошли, вы уже просто победили Unijine. Вы уже прошли дальше просто 90% всех людей в дискорде. Дальше. Все тут есть еще куча коэффициентов. Есть скорость камеры, ускорение. В общем, вот эти все истории, они нам очень пока интересны, но нет. Создаем комара. Комары у нас будут выглядеть как капсулы. Не знаю почему. Диаметр. Какой диаметр комара? Кто был на прошлой игре, все знают, что комары у меня такие здоровые, жирные. Иди отсюда. Это какая-то пчела, это не комар. Я тебя тоже сделаю сейчас. 0,5 на 1 нормально пойдет. Это у нас что такое? Вот, 0,5, я, наверное, переборщил, да? Сильно маленький. В Unijine принято, что ось вперед – это ось Y. То есть мы создали капсулу, но мы видим, что она как-то… Что у нас как-то? Я не могу на нее… Я к ней подлетаю, а она исчезает. Знаете, в чем проблема? В том, что у нас нир клиппинг очень маленький. Ой, большой наоборот. Вот, мы делаем 0,1. Поняли, да, что такое нир фар? У камеры есть вот эта плоскость и вот та плоскость. Вот эту плоскость сделаем поближе. 0,3 – что-то сильно много. Здесь какие-то маски, они нам тоже неинтересны. Все, кайф. Мы его теперь видим, и когда фокусируемся, к нему подлетаем. Ось Y у нас ось вперед, ось Z – ось вверх. Ось X – это ось вправо. У нас неправильно ориентирован цилиндр. Цилиндр – это вот эта мешка, то есть 3D-модель. Чтобы нам никак не привязываться в нашей логике к 3D-модели, мы создаем просто пустую ноду, ноды дамми. Это пустышка, она не имеет никакого визуального. И всю логику мы будем делать с ней. А 3D-модель мы затидываем в челды, то есть по иерархии, чтобы оно было внутри. И считаем, что… То есть управлять мы будем вот этой штукой, а внутри нее находится 3D-моделька. Потом эту 3D-модельку мы применяем на модельку настоящего комара, и будет классно. Давайте ее сразу повернем. Что-то не довернул, да? О, кайф. Хорошо, надо сразу ее назвать, что это наш комар. Я могу русскими буквами писать. Вы вообще видели, что у нас редактор теперь на русском можно сделать? Сейчас буду показывать, как это делается. Settings, значит, Editor, Language, English. Переключаемся на русский. You changed language settings, please restart. Ради этого стоит перезапустить редактор. Кто-нибудь видел редактор на русском языке уже? Кто? Видали? Инициализация вспомогательных систем. Вы это видели? Видали? На русском. Рендеринг. Ландшафт. Инструменты. Создать редактор. Нет, конечно, я обратно переключаю быстренько на английский. Я просто показал, что он есть на русском. Это вообще, это кайф. А как импостеры называются? Создать примитив короб. Нода пустышка. Ну, все правильно я назвал. Меж. Ландшафт. Вода. Бафорт. Билборд. Базовый импостер. А мы постера ставили, да? А тултип на английском. Ёлпа, красота. Ребята, отмена. Все, в общем, я показал, что редактор у нас есть на русском, но пользоваться этим не стоит. Открываем редактор обратно на английском. Какой у вас язык автор-эффекта, да, вот эта шутка. Камар, капсула. Это наша 3D-моделька. Мне не нравится, что она капсула, потому что непонятно, где у нее перед, где зад. Поэтому мы добавляем еще крылья ей. Как? Я почему не могу попасть? Plane. Нет, не plane. Plane она будет не видна, она будет сильно тонкая. Нам нужна короб. 0.2, 0.3, 0.1. Это подойдет мне? Я не знаю. Наверное, наоборот. 0.3, 0.2, 0.1. Ох, сильно здоровенный короб. Что-то такое не нравится мне. Create primitive box. 0.0.1. Да, и, наверное, не 0.2. Что-то если на маленькую капсулу сделал изначально. 0.1, а по х 0.2. Вот так вот. О! Затидываем тоже это сюда. Сбрасываем трансформацию. Поднимаем ее сюда. Поворачиваем ее сюда. О! Крылья. Ну, вот так пусть они будут. Здравствуйте. Где пиво? Где пиво? Так, что-то мне не нравится. Давайте капсулу побольше сделаем, а бокс. Поменьше. Что-то Саня пришел, что-то слышите, да? Какие-то проверяют, думают, на слабо меня берет. Ты думаешь, я не сделаю это пьяный? Мы почти создали модель комара. Мы научились устанавливать Unijine. Ну, как научились? Я вкратце показал, типа, две сети, что это очень просто. Пинг. Не, не падет. О, нос. Нормальный комар? Там, где нос. Там перед. Только что сделал. Давай пожирнее его сделаем. Ладно, уговорила. 0,3. 0,3. Да, мы так, возможно, до программирования сегодня не дойдем. Все, хватит нам с этим комаром. Собственно, нам надо как-то с ним взаимодействовать, чтобы он как-то делал. Давайте создадим свой первый скрипт. Вот здесь вот нажимаем правой кнопочкой Create Code C Sharp Component. Или компонент, как правильно. Я могу русский опять писать? Нет, давайте не будем рисковать. Достаточно того, что я там уже ноду назвал на русском языке. Это может плохо кончиться. Мастита мы назвали. Смотрите, теперь она что? Можно прямо здесь, по-моему, двойным щелчком ее открыть. Но она открылась у нас в какой-то другой штуке. Доверяю ли я авторам? Нет, я не доверяю авторам. Нет, мы пойдем обратно в Visual Studio. Она здесь сама появилась. Вот она, мастита. Все, она тут же добавилась в проект. Все файлики в папочке Data, они добавляются в проект. Все, у нас есть компонента. В ней есть сразу два метода. Init. Напишите сюда код, который будет вызван при инициализации. Апдейт. Тот, который будет вызываться каждый кадр. Давайте сразу напишем какой-нибудь код. У компонента есть нода всегда. Она к ней прицепляется. У ноды C-sharp. Translate. Мы будем двигать ноду. Насколько мы ее будем двигать? Мы ее будем двигать на чуть-чуть вперед. У нас ось Y вперед. Запускаем. Разрешить. Что она не летит? Конечно, мы ее не назначили. Мы тут-то ее создали. Она дает сюда назначить. Мы берем вот так вот этот файлик и сюда кидаем. Чпоньк. Ничего не произошло. Еще раз. Чпоньк. О, здесь появился у нас значок, что у этого файлика есть какая-то пропертя. Она появилась вот тут у нас в настройках. У нее пока никаких параметров нет. Но зато мы теперь можем запустить отсюда. Кстати, пофиг, откуда запускать. Из ZDEH или через редактор. Все равно он почесал куда-то. Все, кайф. Это то, что мы хотели. Сразу что мы видим? Он у нас летит с непонятной скоростью. Давайте выведем параметр скорости, добавим. Простите, пожалуйста, я забыл. Да, вот такой шрифт достаточно. Speed равен… А пусть так же будет единички. И здесь, собственно, скорость мы умножаем на время. Да, это формула пути. Мы же двигаем ее на путь. Скорость умноженная на время. Все, теперь все верно. А FPS понятно, что такое? Да, это delta time. Это время между кадрами. То есть сколько там миллисекунд прошло между кадрами. То есть мы за кадр, мы берем прошедшее время, берем скорость, все дело умножаем, красота. Смотрим, как это работает. Во-первых, идем в редактор, смотрим, что у нас появился параметр speed. И запускаем. А, ну он так же полетит, ничего страшного не поменяется. Можно создать несколько комаров. Они будут с разной скоростью двигаться. Я ctrl-d нажимаю, если что, кто-то, наверное, ну это интересно, да? Давайте попробуем сделать один комар со скоростью 0.5. 0.5, один комар со скоростью 2. Пам-пам-пам-пам. Третьего удалим. Я не придумал ему скорость. Запускаем. Вот мы видим, они с разной скоростью полетели. Все, в целом расходимся. Вот так программировать игры, вот так вот просто параметры придумывать и выносить их сюда. Потом дейм-дизайнер все настраивает. Здесь вот, когда вот ему нужно будет все, вот здесь он параметры будет накручивать. Художник потом вот сюда вот затянет внутрь правильную 3D-модельку. Вот, собственно, вот в этом и заключается работа программиста в дейм-деве. Сделать какие-то параметры, вынести куда-то и подготовить какую-нибудь. Какую-нибудь основу для всего, для этого. Отлично. Они у нас летят сейчас абы куда. Мы хотим, чтобы они летели в определенное место. Куда они летят? На человека. На человека мы создавать не будем, это сложно. Там рути, ноги. Мы создадим просто какое-то условное место притяжения. Условное место притяжения. Примитив, цилиндр. Цилиндр, условное место притяжения. Диаметром 1 метр, 2 метра. Высотой пофиг. Это все тоже пофиг. Мы его скидываем в ноль. Это будет центр нашего… О, кайф. Вот он. Мы назовем его кэмп. Они будут лететь на ладерь наш. Давайте его сразу сделаем зелененьким. Кайф, да? Красота. Все, это наш лагерь. Если кто-то не понял и думал, что мы реально будем делать игру, нет. Это называется процесс грейбоксинг. Ну или гринбоксинг, гринцилиндринг в моем случае. То есть мы накидываем все это дело на каких-то примитивов. То есть на простых модельках, чтобы вообще понять, как это работать будет. Интересна ли какая-то механика. То есть мы проверяем. У нас нет ни модели, у нас нет ничего. Мы просто прототипируем, делаем какой-то… Да, я не знаю, как это называется. Придумывайте сами. Называйте, как хотите. Собственно, нам нужен какой-то теперь скрипт для этого ладеря. Зачем? Действительно, зачем? Идем в комар. Комар у нас хочет лететь до ладеря. Мы говорим, нам нужна нода camp. Чпоньк. Вот так вот. И теперь мы хотим лететь в этот ладер. Public, да, это же США. Нам нужно как-то повернуть нашего комара на ладер. Для этого у нас есть что? У нас есть метод. MassLip. Get. Нет, без get. Это C-sharp. RotateFromDir. Так. Нет, не towards. Towards не хочу. Хочу fromDir. RotateFromDir. Как называется метод? О, RotationFromDir. Все верно. Он у нас принимает, собственно, тот вектор, на который мы хотим повернуть. В нашем случае это вектор дир. Как у нас считается вектор? Конечная точка, минус начальная точка. Конечная точка – это наш ладер. Camp. World. Position. Минус начальная точка. Начальная точка – это кто? Это мы. ноды WorldPosition. Вот наш вектор направления. Что ему не нравится? Потому что d век. Вот, начинаются вот эти приколдесы из-за того, что мы выбрали даблы. Нет, вектор у нас век 3, а вот тут мы начнем вот эту фигню делать. Так можно делать в C-sharp? Ничем за это не будет. Да? Direction. А, и надо указать век 3, up. Чтобы определить однозначно вращение, нам в этом случае достаточно двух векторов. То есть вектор, опа, вектор куда и вектор вверх. Через кросс мы считаем вектор вправо, через потом обратно между вектором вперед и вправо мы считаем новый вектор вверх и получаем полностью матрицу трансформации. Понятно, да, что за форма тут скрыта? Непонятно, но ничего страшного. Мы получаем rotation. Собственно, кто он там? After, ROT. C-sharp. VAR. VAR, ROT. Вот мы получили rotation. И мы теперь делаем ноды. А, неправильно. ROT равно. Мы уже видели эту функцию. MASS SLIP ROTATE TOWARDS. Здесь мы что? Исходное вращение. Нам же нужно плавно поворачивать, а не мгновенно. Поэтому мы берем текущее вращение ноды. World rotation. Get world rotation почему-то. О, смотрите, нифига, это дополнение кайфовое. Только не спит. Нам нужен другой спит. public float rotation speed. Сколько градусов в секунду будет поворачивать комар? Наверное, 90. Rotation speed умножить на game. IFPS. Снова IFPS. Так, в итоге у нас что-то неправильно я делаю. Rotate TOWARDS. Что он принимает? Source, target, max angle. Все верно. Source – это наше текущее вращение. ROT – это которое мы хотим получить. Это максимальный угол, на который мы поворачиваем. И теперь нужно повернуть ноде. О, смотрите, C-sharp обожаю за вот эту фигню, за автодополнение. Я просто нажимаю tab, и код весь пишется сам. В целом, такова цель моего существования – нажимать tab. Потом я найму специального человека, который будет нажимать tab за меня. Бам! Null reference exception. Ну да, конечно. Кто же укажет комару, куда ему лететь? Комар. Так, а как нам указать? Ага. А как нам указать? Мы берем наш кэмп. Во, и вот так вот сюда кидаем чпоньк. Это первому указали, это второму указали. Зря я их три сделал. Надо было с одним играть. Три. Они у нас далеко? Далеко. Будут, значит, долго лететь. Это хорошо. Я успею отхлебнуть. Все, они разворачиваются. Не видно, да? Ага, потому что они маленькие. Это же комары. Ну один прям сильно шустрее наваливает. Куда-то он, куда-то он, куда-то он. Ага, все, он под полом теперь у нас наваливает. Так, все равно будет не видно, они же маленькие. Без разницы, какого они цвета. Но в целом. Так, у нас проблема в том, что, во-первых, проваливаются они под пол. Не то, что проваливаются. Но мы указали им в эту точку двигаться. Они, естественно, в эту точку двигаются. Давайте, чтобы быть нормальными пацанами, мы сделаем нотдамми в качестве цели. Назовем ее таргет. 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 Вот, ее затянем в ладер. То есть нотдамик мы используем для любой фигни, когда нам что-то нужно с логикой сделать. Приподнимем наверх. Вот. И теперь комарам. Да, в жопу я не хочу двух-трех комаров. Достаточно одного. И мы в качестве цели указываем таргет. Скорость давай добавим. Двоечка. Чу, пусть быстро летит. Давай поближе его, а то мы будем так долго. Вот один, сука, в ухо. Вот как он умудрился. Там же нет никакой крови. Вот. Фух. И начинает петлять. Кайф. Все. В целом то, что нам нужно. Что мы теперь делаем? Это tower defense. Если вы не забыли, мы делаем tower defense. Мы сделали своего первого монстра. Он у нас успешно долетает до лагеря и начинает над ним кружить. Давайте сделаем, чтобы спавнилось очень много комаров, и они все вместе дружно летели на лагерь. Для этого делаем что? Правильно. Новый csharp компонент. Спавнер называем. Как вы уже увидели, я просто пишу код сюда в паблик. В паблик поля компоненты. И они появляются вот тут вот у нас в настройках редактора. Здесь очень много типов можно писать. Не все типы, естественно, можно проворосить. Если вы там проворосите какой-то свой тип, то непонятно, как он будет отображаться в редакторе. У нас нет такой гибкой штуки, как Odin в Unity, как другие системы в других движках. Я забыл все названия. Odin в Unity офигенная штука. Там можно кастомизировать вообще вот эти штуки как угодно через всякие вот эти вот атрибуты. Это в csharp называется. Всякие цвета указывать. Короче, кайф. Я тоже так хочу. У нас очень ограниченное количество. Собственно, да. Зачем мне, собственно, был нужен интернет? Документация – наш верный друг. Если мы что-то забыли, мы идем сюда. Вот мы не могли вспомнить название метода Rotate Owars. Надо было зайти сюда и загуглить, как он правильно пишется. Здесь есть у нас все. Getting starting, programming, quick start, собственно. Вот поэтому мы всему и идем. То есть introducing мы сделали, programming, quick reference. Setting up, проект, create. Нет, характера у нас уже не будет. Все, сорян. Собственно, за любой фигней обращаемся в документацию. Здесь есть ответы на все ваши вопросы. Если не нашли ответ, значит, вы пока неправильно задаете вопрос. Идем в Discord. Там вас научат задавать правильно вопросы. Нам нужен кто? Спавнер. Мы создали спавнер. У нас также есть init update. Вам вообще в редакторе, наверное, не видно, да, что-нибудь? Не, все видно. Я смотрю. Да, camp speed. Видно, да, все параметры. Название, циферки. Комаров, наверное, тоже видно. Как мы спавним комаров? Если на Stover Defense у нас есть волна, да, вот это вот, когда монстры набегают. Там таймер 3, 2, 1, и они такие все со всех сторон. Поэтому мы делаем что? Структуру. Сейчас нужно будет меня очень аккуратно поправлять, потому что структуры в C-Sharp, я не знаю, что это такое. Monster Wave. Monster Wave. Точка запятая нужна или не нужна? Точно не нужна? Все. О, смотрите, он сразу предлагает какие-то параметры. Я еще не знаю, что это такое. Хорошо, но нет. Пусть будет float и пусть будет duration. Это время пич. Красота просто. Время, собственно, когда у нас эта волна, сколько она длится. После этого нам нужно что? Нам нужно количество юнитов и тип юнитов. Вернее, даже наоборот. Каждого типа, количество каждого типа. Вот так вот. Поэтому тоже структурка нужна была. Структурка монстер тупи. Он сразу в конструкторе не рит кайф. Public int count. И asset link. Сейчас, внимание. Ref пусть будет. Ref нельзя, да? Это кодовое слово. Пас. Пас тоже нельзя. Type. О, все, вот это то, что мы хотели. Насколько я знаю, в C-Sharp нужно обязательно структуре делать конструктор. Без него нельзя, да? Да, и было проинициализировано. Вот это вообще. Что за прикол? Зачем так делают? Почему я в классе могу писать и инициализировать поля сразу в кайф? И здесь так же. Здесь мы делаем лист наших, нет, не волн, а монстр-тайпов. Type. Types. И что нам еще нужно? Ну, собственно, конструктор. Public. Нет, не предлагаешь даже? Monster type. Нет, господи. Вот он почему то предлагает хорошо, то не предлагает ничего. Что я забыл? А, скобочки я забыл. Хорошо. Так, ну это он проинициализировал. А duration кто будет инициализировать? Я что ли? Duration 10. Как? О, duration 10. 10 юнитов. Это дефолтное значение для этой всей штуки. Это дефолтное значение для этой штуки. Нам еще надо понять, где они будут спавниться. Предлагаю комары спавниться. Поскольку они спавнятся везде, они будут спавниться везде. Но тогда будет стрёмно, потому что они уже заспавнились везде, и ты проиграл. Поэтому они будут спавниться на некотором отдалении от нашего лагеря, чтобы хоть какой-то смысл в этой игре был. Потому что комарам мы проигрываем просто бесконечно. 32 минуты. Поехали. Где они будут спавниться? Ой, пусть каждый тип вот сам решает, где он будет спавниться. У него будет float. Радиус какой-нибудь. Диус. Спавна. Надеюсь, бесполезно, да, инициализировать? Нужно вот здесь инициализировать. Дрочь. Радиус. Так, сколько? Тоже пусть 10. Мне нравится число 10. Что, они все просто по радиусу будут? Не, фигня. Пусть будет век 2 радиус. И мы там будем, это будет типа век 2, это вектор флотов. То есть два флота. У нас будет min max, типа range. Понятно, да? Нет? Если что-то непонятно, можно затидовать. Если что-то… 10, 20. О, кайф. И то же самое с высотой. Пусть они еще на разной высоте спавнятся. Это что такое было? Век 2. Как это продублировать? Ctrl D? Ctrl D. Кайф. Только не кайф. От 0,5 у нас обычно комары… От 0,2… От 0,5 примерно комары живут до 2 метров с половиной. 2,5 метра комары летают? Летают. Нормально. Что мы здесь делаем еще? Неправильный порядок. Ну и пофиг вообще. Это же C-sharp. А, ну собственно, теперь надо сами эти волны создать. Лист. Понимаем, что делаем? Нет? Я хочу показать вообще как… А вот тут мы можем написать вот так. Потому что это класс. Волны. Действительно. Отстань. AssetLink – это ссылка не на ноду, а ссылка на какой-то asset из наших asset. Asset – это какой-то файлик, грубо говоря. Короче, это типа путь до файла. Лист, монстр, вейв. Все нормально сделано. Посмотрим, как это выглядит в редакторе. Мы там что-то нагородили дофига всякой фигни. Так. Кэмп. Вот он наш кэмп. Нет, мы спавнер же делаем. Пофиг, пусть спавнится. Я не знаю, куда натянуть компоненту спавнера, поэтому пусть она будет на ладере. И… Почему у меня ничего нету? Потому что паблик же. А здесь я… Ой, тут я везде паблик типа назабывал. И тут назабывал. Кстати, если не хотите делать паблик, там можно сделать такая вот штука. Давайте я покажу. Вместо паблика. Получается, по дефолту приват, да, у него будет? Show in editor. Вот. То есть, если мы боремся за чистоту… Ну, чтобы в UI было одно, а в коде был типа другой доступ. То есть, мы же можем какие-то приватные поля отдавать для настройки геймдизайнеру, но при этом, чтобы другие системы в коде, они не… Чё? Какой-то процесс будет. Пока я говорил, должно было все скомпилиться. Монстер. Что я забыл? Где? Build successful. Ах, ерунда, мать. Нет, не сохранить. Структуры тоже должны быть публичные. Это конкретно. Я думал, в C-sharp все просто… Нет? Просто везде паблик надо ставить. Во! Заработало, кайф. Теперь мы можем сделать несколько волн. Давайте сделаем три волны. Три волны, каждая по 10 секунд, будет состоять первая из одного монстра. Ну, не из одного, а из одного типа монстра. Вторая из двух типов монстров. И третья тоже из одного типа монстров. А какие типы монстров? У нас только один комар пока есть. Саня, ты что несешь? Перегрелся. Берем этого комара. Делаем из него, во-первых, node-reference. Node-reference – это типа prefab в Unity. Вот он у нас сюда создался. Комар.node. Что-то пойдет не так из-за того, что я назвал его тириллицей. Точно! Я уверен в этом. Да, да, да. Давайте теперь его сделаем другой тип комара. Вот тут у нас 2,90. У нас будет комар больше, но медленнее. У него будет 1, у него будет какой-нибудь 70. И он будет больше. Мы 3D-модельки все раздуваем. Будет жирненький такой. Бокс. Повыше крылышки как-то так. Назад маленько их сдвинуть. Нос. Надо тоже, наверное, выдвинуть чуть-чуть. Кайф. А, да, наверное, надо каким-то красным его сделать. Что-то мне не нравится уже, что он у меня белый. Я не умею настраивать материалы, поэтому я пользуюсь такой вот штукой MeshBase. Это старые материалы, но в них зато можно просто все настраивать. Вот у нас 1 материал, вот у нас 2 материал, вот у нас 3 материала. Можно было прямо на него натидывать. Чего он красный? А, я вот этим делал. Комар большой. Большой. Нет, он будет медленный. Действительно, красный должен быть быстрый, а медленный какой? Зеленый. Перекрашиваем. Зеленый, зеленый, темно-зеленый. О, хороший комар. А те маленькие, да? Комар CreateNodeReference. А этот комар получается... Давайте его сделаем красным. Давай тоже создадим MeshBase, MeshBase. Так, 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 надо поторапливаться, я что-то... Альбедо, этот пусть будет красненький. Красненький, красненький. И вот это тоже красненькое. Попал, нет, нос белый. Кайф. Этот комар у нас быстрый. Давай ему еще скорости добавим. 3. Там будет единичка, а этот будет 3. Все, у нас 2 комара. Вот у нас комар красный, и вот у нас комар зеленый. Можно на превьюхе их посмотреть. Иди отсюда. Возвращаемся обратно в ладерь, где мы начали заполнять наши волны. 10 комаров. Первое. Маленьких налетает. Пынк вот сюда в тип перетидываем. На таком радиусе, на такой высоте меня устраивает. Не, пусть они будут высоколетные. 1,5 до 2,5. Второй этап. У нас налетают, набегают от 10 до 20. Пофиг пойдет. Тоже высоколетные. От 1,5 до 2,5. И большие комары. Тоже 10 штук. Нет, 5 пусть будет. 5 больших комаров. На том же радиусе они появляются. И высота у них там 0,5. 1,5. Они будут в разной этой лететь. Как это в плоскостях? Ну, упадет нормально. Комар большой. Туда же. Радиус не меняем. Высота. Пофиг. Эти пусть налетают со всех сторон. Вот. То есть мы заполнили вот такую какую-то табличку. Набор структурок. Сохраняем. А, ну да, конечно. Структуру эти-то мы заполнили. А кто их спаунить будет? Погнали спаун. Значит, что нам нужно? Нам нужно теперь написать код для спауна. Погнали. Нам нужно, во-первых, таймер. Flow timer. Да, 0 он равен. Второе. Нам нужен, какая у нас сейчас волна. Q, rent. Кто он там? Wave. Тоже 0 равна. Дальше. Нам нужно public.incarrent. Нет, такое нам не надо. Наверное, хватит. Нам данных для этой штуки. Здесь мы говорим, если у нас таймер стал меньше, либо равен нулю, то мы что делаем? Мы говорим spawn wave. Метод, который я только что придумал. Q, rent. Wave. Плюс. Плюс. Если у нас кончились волны меньше, больше, либо равен количеству волн wave.size. Нет. Как они у нас называются? Type.s? Почему они Type.s у нас называются? Count. Мы их быстренько переименуем. Пом-пум. Waves. Если у нас внезапно мы переборщили за… В смысле больше, как они будут больше? Мы же сами делаем плюс один. Мы их сбрасываем. Q, rent. Wave равно нулю. Действительно, 2 равно нулю. Мы его сбросили. После этого нам нужно перезарядить таймер. Таймер равно waves current wave duration. Кайф. Он даже понимает в целом. Что? Где равно решетка стоит? Это плюс-плюс. Это я же, типа C++ программист. Давайте напишем по-человечески. Или плюс-плюс нормально было? Нормально было, плюс-плюс красиво выглядело. Что-то все добавились у нас. Плюс-плюс. Добавили проверочку, что если мы вышли за пределы, то заново все начинается. Игра пофиг. Пусть волны будут бесконечные. И обновили таймер. Дальше у нас нету… А, кто будет таймер-то щелкать? Таймер минус равно game ifps. Все. Мы в каждом кадре отнимаем время, прошедшее за этот кадр. Кто его первый раз заведет? Кто его первый раз заведет? Никто его первый раз не заведет. У нас по нулю равен. У нас просто в первом кадре будет спавн какой-то волны. В нити нам все еще ничего не надо делать. Мы создаем новый метод. Spawn wave. Что нам здесь нужно сделать? Нам нужно понять первое. Вар, да? Wave равно, нет, не new, а vavis current wave. Да, мы забрали первую волну. Теперь говорим for each. О, молодец. Да? Что он подсвечивает? Уважаемые… Нет, все неправильно. Wave types. Вот. Теперь мы берем var. Tupi. А type можно называть переменную? Ничего страшного. Wave. Что? А, tupi уже есть. Господи. А, все, да. Нам ничего не надо брать. Тип у нас есть. Есть, 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 есть. Есть, 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 что нам нужно. Нам нужно заспавнить вот такое количество. For. Тут, к сожалению, придется писать самому. И меньше. Type count и плюс, плюс. Ха, два раза tap нажал. Продолжаем. Нам надо создать ноду. Нода. Вот. Как создать, как заспавнить новую ноду? Нам нужен для этого путь, собственно, до ноды и волшебная команда. World. Load. Все ноды хранятся в World. Это то, что мы создавали. Вот тут вот. У нас тут написано Mosquito World. Вот это вот наш мир и есть. Мы поэтому у мира просим загрузи нам новую ноду. Какая у нас новая нода? У type просим. У нас есть type, type, pass. Некрасиво получилось. Type, type, pass. Ой, да и пофиг. Дальше. Нашу ноду нужно что сделать? Ее нужно куда-то поставить. World. Position равно getRandomPosition. Было бы круто, если бы была такая функция. Но такой функции нет. Нам туда нужно передать вот эти самые радиусы, хейт. И у нас будет отдельно функция, которая будет считать радиус и хейт. Почему отдельно? Я не знаю, мне что захотелось. dVec3, getRun. Так, я писать не хочу. Копируем. Vec2, радиус. Vec2, хейт. Какое качество, мне надо это все писать? Const, reference. Position, new position. Нет, здесь мы генерим всякие случайные числа. Нам нужен double R. Это у нас будет случайное число. У кого можно попросить случайное число? У игры есть такой метод. У игры есть отдельный класс, рандом, есть что-то еще. То есть вариантов получить случайное число, по-моему, даже у движка есть. Нет? Нет, у игры только. Но мы у игры просим. GetRandomDouble. Radius x до radius y. Все, это наш радиус. Дальше. Мы берем угол. Нам нужен еще угол. Float a. Здесь у нас все просто. Game. GetRandom. Float от 0 до 2π. По кругу. Мы хотим, чтобы они вокруг ладеря. Поэтому нам нужен… У нас есть radius. У нас есть угол, на котором он встал. Нам нужна еще высота. Туда же h равно game. GetRandom. Дабл. Нет, почти. Молодец. Давай, догадайся, что… О-о-о-о. Вот это край. Float scap. Mass lib. Sinus cos. Sinus cos. Есть какой-нибудь более прикольный способ по кругу их расставить? Out. Да, надо написать? То есть у нас одна функция считает сразу. Теперь мы что делаем? Мы делаем return. New dv3. Валя, почти. Радиус умножить на синус. Радиус умножить на косинус. H. Так? Нормально? Нет? Никто не понимает? Какие-то проблемы есть? Тут float не надо, не U писать. Ничего нет. Какая разница? Вот тут? Косинус синус, да? Х. Косинус. А зачем я так сделал? Вот так же надо, по-моему, пацански. Радиус. Так, 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 так. Заспавнили? Заспавнили. Random position заспавнили? Заспавнили. Смотрим. Все забыл? В смысле, все сделал? Ничего не забыл? Смотрим, как у нас это работает. Будут волны налетать, и они будут кружиться. А, мы не сделали, чтобы они умирали. Ну ладно, сейчас будет до хрена комаров. Где комары? Это два конченых, которых мы добавили. Думаешь, не назначили? Так мы же ее заполняли. Ну, типа, для кого? Мы ее вот заполняли. Эээ. А как так? Эээ. Черт. Черт. Слушай, ну на плюсах точно, если один параметр поменять, ничего не сбивается. Он просто пропадает, а все остальное это в целости остается. Да? Нет? Сто процентов. Мне тоже так кажется. Это все сишар. Один и пять. Здесь у нас был тоже комар. И вот такой комар. И по-моему, таких было пять. А я все, я не хочу уже так красиво выстрелять. Я там что-то заморочился. Какую-то легенду придумал, что большие летают низко. Быстрые высоко. Блять, больших пусть здесь будет десять. Пятнадцать. Десять. Нормально. Пусть везде летают. Все. Заполнили. Запускаем. Так, так. О-о-о-о-о. Кайф. Где вторая волна? Десять секунд прошло. Офигеть. Ну, в целом, расходимся. Все. На этом. Время 52 минуты. Рифтомидовые вышки. Сейчас мы будем делать рифтомидовые вышки. Надо сделать, чтобы они до лагеря умирали. И какой-нибудь там счет у нас велся. Добавляемся шарп-компонент. Кэмп. Кэмп, кэмп, кэмп. Кэмп затидываем на кэмп. Спавнер пока сворачиваем. Кэмп у нас появился. У кэмпа у нас что есть? У нас быстренько сейчас мы делаем это все. Паблик. Паблик. Флот. Радиус. Радиус этого кемпинга. И флот. Какой-нибудь хейт. Типа жизни этого лагеря. Пусть они будут там тысячи равны. Тысячи, тысячи, тысячи. Тысячи, тысячи, тысячи. Что мы делаем? В апдейте мы проверяем. Если кто-то долетел до лагеря на вот этот радиус, мы их убиваем и отнимаем из себя жизни, равные каким-нибудь жизням этого комара. Или какого-нибудь дэмэджа от этого комара. Как нам проверить, что кто-то долетел до лагеря? Можно перебрать всех комаров, проверить у них расстояние. Но это что-то скучно, неприкольно. Можно у мира попросить интерсекшн. World. Где-то интерсекшн. Здесь есть… Что? Здесь есть куча. 18 перегрузок этого метода. Какие есть варианты? Можно по баунбоксу взять интерсекшн. По фрусту, по сфере, по лучу. То есть это рейкаст с маской. По опять баунбоксу. Снова по лучу. С разными различными какими-то дополнительными параметрами. Короче, 18 перегрузок. Изучаем их все, но нам нужна первая. Нет, вторая. Отлично. Вторая, третья перегрузка нам нужна. World. Мы решили, что нам нужен баунт. Сфер баунт. Сферы. БС. БС равно new world bound sphere. Тут у нас какие аргументы в конструкторе принимаются. Как вызвать, чтобы он показал мне… Это control пробел? Нет. Просто пробел. Control. Shift. Alt. Ну, допустим, я знаю, какие аргументы он принимает. А, нет, не знаю. Центр. Ноды world position. Position. Где position? World position и radius. Смотрите, у нас же ладер стоит на месте, он никуда не двигается. Давайте это у нас произойдет в ините. И world bound sphere будет вообще вот тут сделана. Можно было бы взять простого объекта, но давайте создадим просто новую баунт сферу. Просто чтобы она была отдельно от, опять же, нашей лодики. И iCollection.nody.nodis. Что за iCollection? Это какой-то интерфейс. У листа он есть? Кайф. Nodis. Теперь нам надо for each. Nody.nodis. О, очень хорошо. Только вот ноды у нас уже есть. И он может как-нибудь не будем делать. N, 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 N. Для каждой ноды, которая попала в наш intersection, мы пробуем взять у этой ноды нашего комара. Дет компонент, mos, kit, я с маленькой буквы класс назвал. Прикольно. N, N. И это тоже, я все называю с маленькой. Кайф. Если у нас получился M какой-то, то мы что с ним делаем? Мы делаем первое. M kill. Да? Нет. Сначала мы делаем health. Нет, не hate. H, al. Я не создал такую переменную. Hate. Надо публичное вообще-то. Забыли. Health. Минус равно M. Что? Damage. Damage. M kill. Убиваем этого комара. И что делаем? Давайте что-нибудь в консоль напишем. В консоли on screen message line. Health. Так нельзя, да? Вот тут? Вот тут? Сейчас я найду его. И нормально будет, да? Отвечаете? Все, ладно. Mosquito. Нам нужно добавить быстренько два метода. Торопимся, торопимся. Что-то я долго все это дело делаю. Public. Float. Damage. Равно по 100 Damage они будут наносить. И у них нужно добавить метод. Public. Void. Kill. В этом kill мы пока будем делать просто ноди. Delete. Later это типа не прям вот сиюминутно, а когда там все ресурсы освободятся, когда там все кадры закончатся. В общем, когда-нибудь удали ее, пожалуйста. Просим вежливо движок. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Нам нужно проверить, да, как они умирают. Что? Builds with hero. Интересно, а зачем он каждый раз предлагает мне запустить предыдущий successful bit? Он надеется на что? Хоть раз это кому-то нужно было? А, вот здесь я забыл точку с запятой поставить. Kill, 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 kill. Что-то я забыл еще. Они будут все умирать. А, я забыл включить. Вот это, чтобы на экране отображалось, ее включить надо. Давайте ее включим. Это секретные знания. Onscreen равно true. Можно выводить консоль, чтобы ее не открывать постоянно. Она просто будет у нас... Почему здесь... Во, все. Запускаем. 59 минут. Где? Где? Во! Почему? Что-то я неправильно сделал. Да, наверное, нужно, во-первых, отображение boundbox сделать, которое мы тут создали. Во-вторых, радиус, наверное, мы не задали. О-о-о-о, вот это прикол дес. А если не инициализировать переменную в C-шарпе, что будет? Она 0, да? 0. Ну, давайте у нас там какой был радиус? 2. Диаметр был 2. Радиус, наверное, 1 пусть будет. Давайте попробуем. И что-то мы отвернулись от этой. Балят. Что-то этим нужно визуализировать ее. Да, я тоже об этом уже подумал. Но раз уж мы начали визуализировать bound-сферу, то надо ее отвизуализировать. Баун-сфера – это у нас bs. Трансформ – это ноды world-transform. World-transform. Color. Век 4. Кто? Blue. I'm blue. Да-бу-ди, да-бу-дай. Да-бу-ди, да-бу-дай. Баун-сфера нельзя отвизуализировать, потому что можно только в bound-сферу, а в world-bound-сферу нельзя отвизуализировать. Серьезно? Вот эти мы сейчас будем заниматься. Они не кастятся, да? Через S тоже не кастятся. Ну, в целом, пизду тогда. Не будем мы ее визуализировать. Мы же знаем уже ответ, почему они не умирают, потому что у нас не от той точки они берутся. Нужно было от таргета, на который они летят. Они летят на непонятную точку, которая гораздо выше. А все почему? Потому что мы хотели сделать, чтобы эта точка-то на самом деле была у лагеря. Публичная, блядь. Публик, ноди, таргет. Вот. Собственно, вот теперь они к этому таргету будут лететь. И теперь от этой таргета, от радиуса мы будем все вот это делать, и все будет красиво. И теперь мы у лагеря, вот, появился таргет, мы воткнулись сюда. Радиус единицы, тысяча здоровья. И у комаров нам нужно теперь удалить таргет, чтобы они летели не к своему таргету, у каждого, который конкретный, а они брали его у лагеря. Как они будут его брать у лагеря? Давайте сделаем. Приват. Стоп, я удалил что-то. Возвращаемся. Вот. Мы делаем теперь кэмп не публичный, который мы задаем снаружи, а делаем приватный, который будем искать сами. Как мы его будем искать сами? Мы будем делать вот так. Да. Кэмп равно find component in world. Мы ищем любой лагеря, который у нас есть на сцене. Мы знаем, что он точно существует. И берем у него таргет. Все. Здесь может три раза упасть. Ну, то есть, понятно, да, я не делаю никаких проверок. Я знаю, что у меня точно есть лагерь, у него точно есть таргет. Мы надеемся, что я нормальный пацан и все нормально задал. Все. Кэмп, кэмп, приват, приват. Они летят, на лагерь летят, должны сейчас удаляться. Смотрим. Три минуты, я опаздываю. На поиск. Че? Потому что вот здесь, когда мы брали вот эту всю фигню, мы брали компонент с какой ноды? С любой ноды. Вот эта штука, world.gilt.intersection.bounce.sphere, он находит только те объекты, которые имеют визуальное представление. То есть, вот эти наши ноды, которые мы создавали, на которые мы навешали логику, она на самом деле не особо существует. То есть, мы ее просто, нас здесь не попадает вот в эту штуку. Поэтому нужно сделать вот так. дед компонент, дед компонент, in parent. То есть, поискать по рекурсивно вверх, до самой рутовой ноды, может быть хоть кто-то из них комар. И когда мы найдем, кто из них комар, то вот тогда. И сейчас все заработает. Я даже откинусь. Повернуть камеру. Я что-то нажал. А почему у нас камера отвернутая? А потому что мы смотрим на какого-то комара. Смотрим на вот эту штуку. Вот так. Сохраняем мир. И запускаемся с редактора. Все, все умерли. Health минус 200. У нас там что-то вот жалуется на move, move, и был нод. Мы, потому что, потому что мы же, вот. Вот у наших у всех визуальных штук есть вот такие вот, короче, галочки. Динамические, либо статические. И move, то есть недвижимые. Это какие-то оптимизации. По дефолту они все недвигаемые. И когда мы начинаем их двигать, у нас все становится очень плохо. Поэтому мы помечаем, что мы их будем двигать. Поменяли комар большой, поменяли комар маленький. Они у нас пока не связаны никак. Ну пусть статьи и остаются. Еще раз запускаем, чтобы у нас никаких ворнингов лишних не было. Чтобы мы только все по красоте видели. Все. Пум-пум-пум. Вот. Health 900, 800, 600, 300, 200, 100, 0. И пошло в отрицательную сторону. Вам не видно надписи на этой штуке? На игре. Вот это вот не видно, да? Кто-то говорит, видно, кто-то не видно. Ну идите в жопу. В консоли он, он, скрин, фонт, сайз равно сколько? 35. Во, нормально сейчас будет, хорошо. Во, health 900, 800, 600, 500. Не знаю. Давайте проверим. Консоли. Он, скрин. Фонт. Сайз. Нет. Фонт. Нет. Он есть. Он, по-моему, кстати, можно вот даже вот сюда. Да, можно вот сюда дописать вот так просто, по-моему. Нет, это не то, что я хотел. А, блядь, вот тут угадай, как надо правильно писать. Он просто так вверх 4 лет. Нет. Ну и пофиг. Не очень-то и хотелось. Пусть будут, блядь, ошибки. Это все, что мы будем проверять тысячу раз, что ли? Все. У нас, они умирают. Кайф. Кайф. Жизни отнимаются. Кайф. Радиус 1 тоже кайф. Когда у нас здоровье становится меньше. Если здоровье стало меньше нуля, либо равно, что мы делаем? Мы говорим, вы проиграли и останавливаем всю игру. Ну, типа, консоль онскрин. You are dead. Ну или что там. Как остановить игру? Game. Scale. Ноль. Все, мы просто время остановим и все. А на все остальное пофиг. Смотрим, они летят такие. Тяжу. Тыщ, 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 200, 100. Все. Ты, дед. Но мы пока это дело закомментируем. Мы не хотим каждый раз умирать. Пусть они лучше в отрицательное войдет. Нам же это. Мы оставим этот код. Что нам нужно? Наконец-то надо их сбивать уже. Надо их не подпускать к нашему ладеру. Все, да, мы готовы. У нас есть жизнь, у нас есть дэмэдж у комаров. Настала пора сделать первую оборонительное сооружение от ладера. У нас не будет там размещения оборонительных сооружений. Мы их будем сами размещать, сами строить, сами с собой играть. Такая у нас игра. Чисто ты в редакторе сам. Ты программируешь правильное защитное сооружение, чтобы защитить. Если оно хорошо защищает, увеличиваем количество комаров, программируем более лучшее оборонительное сооружение. Первое. Будем стрелять из, как это называется, вот этого штука, которую в розетку втыкаешь, она лазером. Тю-тю-тю комаров. Вот такую очень хочется. Пока без этого, без спрея. До спрея мы, возможно, дойдем, а, возможно, не дойдем. Нам нужно создать примитив. Что это у нас такое? Это сфера, наверное. Диаметр 1 немного. 0,5 пусть будет. Допустим, представим, она в розетке. Пойдет. Мне нравится. Это наша спасательная башня. Ой, оборонительная. Также мы делаем, чтобы не связана была визуальная штука с логической частью. Здесь мы пишем TAVERLASER. И создаем компонент для этой create, 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 род, create, код, C-sharp компонент. TAVERLASER. TAVERLASER. И сразу назначаем ее на TAVERLASER. Все, кайф. Погнали. Теперь нам нужно сделать быстренько лазерную пушку. Лазерная пушка самая простая. У нее есть что? Оп, нет. У нее есть public float radius. Да, действие какое-то. Она прицеливается. Там radius. Сколько она будет целиться? На 10 метров нормально? Нет, много. 5 метров она будет целиться. У нее будет public float damage такой же. Она будет наносить сколько-то урона. Сколько? Не знаю. 50. Все. А, да, да, да. Время перезарядки. Public float, reload. Time. Перезаряжается она сколько-то. Одну секунду. Раз в секунду будет стрелять. Так, что мы делаем? Собственно, раз у нас есть какой-то time, то сразу быстренько делаем. Ну, почти. Но это уже неплохо. Я так не люблю делать. Last reload time это неинтересно. Просто таймер. Мы его будем то сбрасывать, то заводить. В общем, прикольно. Радиус понятно. Нам нужна еще цель. Privat. А зачем нам цель? Нужна цель? Нет, не нужна цель. Не нужна цель. Нужна? Не нужна. Ну, пусть будет. Privat. Privat. Кто у нас будет москита? Она будет выбирать какого-то комара и пытаться его добить до конца. Москита, москита. Так нельзя, да, наверное? Будет некрасиво. А я могу стерилицу писать? Не знаю. Есть. Но нет, он, наверное, не скомпилит такое. Сам Unicode character in this file couldn't be saved in this coder page. Нет, давай не будем coder page менять. Нет. В синий экран смерти упадет. Я точно знаю, чем это все закончится. У нас есть какой-то target. В апдейте мы. Если у нас нет никакого target, если нет target, то мы что делаем? Мы его ищем. Как искать target? А также, как у нас лагерь ищет, кто его атаковал, точно так же мы ищем новую цель. Прям копируем цель. Ой, копируем код. Вот сюда его вставляем. Он также просит баунт сферу. Мы ее также отсюда воруем, как она на ните создается. Потом будем разбираться с Team Lead почему на копипасте или код они сделали как-то более грамотно, блядь, с архитектурой. В общем, это не наша история. Мы сейчас работаем здесь и сейчас. Что там? Да, оно архитектура. Ты же строишь башни. Это архитектура. Health. Ничего не отнимается. M. Teal. Нет, M. не Teal. M. Damage. Нет. Нет, пусть будет. Да, Magi. Я могу же методы перемену над одним классом. Да. Damage. На наш Damage. В консоль ничего не пиши. Как-то так, да? А, таймер вот так вот. Таймер. Да, таймер у нас тикает. Game. А что, форич-то? Нет, все не так. Все не так. Если есть M, то мы говорим, не надо сразу наносить урон. Мы говорим, что таргет – это наша M. Мы нашли какой-то первый этот и брейк. А вот тут мы говорим, что если еще раз таргет, хотя можно было и там сразу наносить, но давайте маленько разобьем эти коды, чтобы поиск был отдельно, наношение, 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 разрешение, наношение, разрешение, наношение. Мы стреляем в этот таргет, таргет, вот тут мы уже говорим. Да, конечно, потому что метода такого еще нет. Давай напишем damage вот так. А потом поправим на большую букву. И нарисуем, типа мы такие. Нет, не так. Визуалайзер, типа луч у нас там. Рендер, рендер, лайн, 3D от чего? От ноды, ворлд позишн, до таргет, ноды, get, нет, просто ворлд позишн, ворлд позишн, на… В рот залетел, вот гад. Век 4, ред, конечно же. Единственное, мы дурейшн маленечко сделаем, чтобы этот луч у нас не один кадр торчал, а хотя бы там 100 миллисекунд, ну то есть 0,1 секунды, иначе мы его просто не успеем заметить. А, они же лазеры, они так стреляют. Я тоже не видел, как из розетки в комара летит вот эта штука, а он как-то умирает. Damage. У нас надо у таргета сделать дэмэдж. Где мы его делаем? Таргет. Кто у нас таргет? Комар у нас таргет. А у него, значит, должна быть какая-то жизнь. Паблик, флот, хеллф, даже не так, пусть будет макс хеллф, макс хеллф, 100, и приватная, текущая, приватная хеллф, пофиг, ноль, пофиг, давай вот тут ее зарядим. Хеллф равно макс хеллф. Нам, чтобы просто понимать, какая у него максимальная жизнь была, может, сейчас какой-нибудь healthbar сделаем или не сделаем. И у нас нужен же метод еще damage. Паблик, void, дамаги. Он принимает флот, какой-то дамаг он принимает. Он делает от текущего... Ты что такое? Хеллф почти, только минус. Минус, если хеллф меньше, либо равно нулю, kill. Так? Что я забыл? Тавер, лазер, все, красота, красота, красота. Погнали. Сейчас уже будет стрелять все. Тю-тю-тю-тю-тю. Комар не пройдет. Во-первых, никто не стреляет, во-вторых, никто не умирает. Комары выиграли. Мы, наверное, не назначили что-то. Нет, тут все назначили. Мы не включили, наверное, визуалайзер. Давайте где-то мы, где в одном месте всякую фигню включаем, тут же включим визуалайзер. Рендер. Нет, просто enable. Enable true. Бля, куда башня пропала? А я не сохранил мир. Вот в чем проблема. Давай сразу их пять штук поставим. Мне кажется, одна не вывезет. Да, ну, раз они над нами так издеваются. Бам! Invoiq метод. Лучше б упал. Вот тут-то ты упадешь. Да, нода delete later, потому что она уже мертва. Object reference. Нельзя дважды убить. Потому что они выбрали, видимо, одну и ту же штуку и попытались ее дважды убить. И она же не умирает. Мы удаляем ноду, просим у движка ее удалить. Он ее, скорее всего, удалит. А кто компонент удалит? Никто компонент не удалит. Компонент умрет сама, когда кончатся референсы. А они не кончаются, ведь мы же их захватили в target. Поэтому мы что делаем? Какой у нас есть выход? Давайте сбрасывать теперь эти референсы. Кто у нас за это отвечает? Тавер лазер захватывает, он пусть сбрасывает. В самом начале мы проверяем, если у нас есть target и нету ноды. Вот такое вот мы фигню делаем. Target равно ну. Очищаем. Погнали. О, заработало. Давайте вторую волну. Где? Во вторая волна. Тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю. Тю. Что-то, по-моему, одним выслом убивает. Тю. У нас разве нежисти не одинаковые? Так. Лазер стреляет на дэмэдж 50. Жизик у них сколько? Макс хэлс 100. Почему с одного удара убивает? Я не зарядил, я зарядил. Хэлс 100. Хэлс минус В. Если хэлс меньше нуля, убить. Ну ладно. А? Да, перезарядки нет. Все верно. Вот тут вот мы уже, если есть таргет, и таймер меньше нуля. Только в таком случае мы приносим, да, но мы перезарядочку забыли добавить. Нормально же так, да? Наверное. А, да, опять же. Таймер равно релот тайм. Внимательно следите. О чем молчите? Сразу бы сказали, Саня забыл. Или вы думали, у меня какой-то есть гениальный план на это? Нет. Ну смотри, они даже некоторые прорвались как будто. Потому что он теперь не с первого раза убивает. Да, вот, с двух раз убивает, все верно. Только нам теперь надо быстренько сделать жирными. Комар, комар большой. У него, естественно, максимальное здоровье очень много. У него 500 аж на. 500. И дэмэджа он наносит не 100, а 200. Все. Лазерные башни готовы. Собственно, можно сделать с нее нодревку, да? Чтобы у нас была башня. Где она? Вот это она, что ли? Нет. Почему она не... А, вот она. Она же круглая у нас, да. На самом-то деле. Мы можем сделать просто разные башни. Тавер, лазер, фаст. Она будет стрелять по чуть-чуть. По 10. Но очень быстро. 0, 0, 1. Вот так вот. Create node reference. Теперь мы делаем такую же, которая стреляет очень мощно. Дэмэджа у нее будет аж на 200. Но перезаряжаться она будет 5 секунд. И радиус у нее будет еще 25. Значит, сцену будет херачить. Надо еще, чтобы у них цвет был разный. Тавер, лазер, хьюч. Худи. Падет. Что, создалась нодревка? Нет, не создалась. А так. Вот у нас в итоге 3 башни. Давайте первая, вторая и третья. Сохраняем, смотрим, как они работают. 24 минуты. О, это он молотит. Бесконечно почти. А что-то мы все равно проиграли. Что-то еще можно цветом какой-нибудь задать лазера. Но все, это уже понты. Это нас не интересует. У нас вот есть 3 типа. Возможно, это какие-то там уровни, не знаю. Можно их потом сделать, менять в зависимости от прокачки, от чего-то еще. Давайте сделаем другую башню. Я хочу, чтобы она стреляла пулями какими-то. Или ракетами какими-то. Такая мощная штука. И наводилась на них сама. Короче, ПВО. Примитив бокс. Создаем. 0,2 на 0,2. На пофиг. Отличный. Мой любимый размер. Нет, сюда иди. Создаем примитив. Какой-нибудь цилиндр. Да, подожди ты. Цилиндр. Цилиндр. Диаметр. 0,2. Высота. 0,3, видимо. Ай, ладно, пофиг. Тогда мы просто вот эту штуку. О, вот такая примерно она будет. Так, это мы все дело объединяем в группочку. Это мы тоже делаем в группочку. Это у нас будет что? Тавер. Тавер. Кто? Тавер, тавер. Кто? Буллет. Это у нас будет rotate part. Вращающаяся часть. Эта вращающаяся часть у нас будет вот так вот вращаться. Смотрите. И потом кайф. Создаем новую компоненту. C-sharp компонент. Тавер. Тавер. Тавер что? Тавер что? Тавер что? Тавер что? Буллет. Мы же так ее назвали. Натидываем ее сразу сюда. Сохраняем. Что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать? Идем сюда. Тавер будет. Вот. Раз мы там сделали вращающуюся часть, сразу примем на нее паблик. Rotation part. То мы сразу примем на нее указатель, чтобы потом ее крутить там по-всякому. Где-то у меня вторая баночка была. Что-то чувствуете? Начинаем буксовать. Точно. Я все программирую. Все отсюда. Один в один же все происходит. Единственное, демеджа нету, потому что демедж определяется типом боеприпаса. Все. Погнали. В лазер. Сюда. То же самое. Воруем вообще просто. Прям вот так вот воруем. У себя воровать-то можно? Да. Воруем. Потом подумаем насчет архитектуры. Так. 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 Или не подумаем. Нафиг нам надо. О. Приват можно не писать. Кайф. Init. Паунбокс. Все то же самое. Здесь то же самое. Прицеливаемся. Точно так же ищем эту фигню. Ну, не точно так же. Вот здесь мы сразу демедж не приносим. Вот здесь мы ничего не делаем. Мы делаем reload time. Мы просим только shoot. Двумя кнопками. Ой, двумя буквами U. И здесь делаем этот метод. Void. Shoot. Что хочешь? Э. Все. Проблема лишь в том, что нам нужно как-то навестись теперь на эту цель. То есть у нас есть цель. Нам нужно на нее навестись. Поэтому мы делаем вот это условие отдельно. Если таймер меньше либо равен нулю. Вот. Если у нас есть цель. А тут надо будет еще добавить, если мы навелись. Но в целом это пока пофиг. Нам надо как-то ее поворачивать на цель. Как мы это делаем? Отлично. У нас уже есть откуда писать код. Вот это все воруем. Нет, это нам не надо двигать. Мы не будем ее в точку, в цель. Сюда же. Сюда же. Дир. Все то же самое. Только не от ладеря мы теперь считаем. А от. Таргета. От его, вернее, ноды. Ну, таргет это комар, а нода это, собственно, эта штука. Только не до ноды, а до вот этой самой rotation парта. Все то же самое. Вот здесь мы вращаемся не от ноды, а от rotation парт. О, смотрите, он подсвечивает, говорит, rotation спида нету. Давайте его добавим. Public, rotation speed, это у нас флот, да? Чем он у нас равен? Сколько градусов в секунду будет поворачиваться башня? 90. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да, он говорит, братан, здесь, наверное, rotation парт должен быть. Ты абсолютно прав. Так. И что? Она у нас будет наводиться. Пока не стреляй. Посмотрим, как она наводится. Наводится ли. А мы ее создали вообще, нет? А мы мир сохранили. Во. Опять упала. Потому что что? Не, а сейчас-то что она упала? А, мы не указали rotation парт. Все верно. Сюда идем. Пожалуйста, обновись. Rotation парт. Чпоинг. Reload speed. Ctrl-S. Возвращаемся. Запускаем эту пижню. 30 минут. Во. Во. Во, 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 во. Во, во, во. По-моему, она как-то кривовато встала. Так, 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 так. Но она куда-то явно наводится. Жизнь. Что с чем? Ну, а, во-первых, потому что у нас move и move и был нод, мы опять забыли ее сделать, что мы ее можем крутить. Мы их можем крутить в натуре. Так, что мы сделали? Она у нас прицеливается. Теперь нам нужно как-то понять, что мы, собственно, прицелились. Как понять, что мы прицелились? Что-то должно произойти. Что-то должно произойти. Наверное, направление на цель и наше направление, они будут примерно какими-то одинаковыми. Дир у нас уже есть. Теперь надо сравнить наш direction с нашим текущим направлением. Век 3. Forward равно rotation part. Rotation part. Get word. Нет, не rotation. Get word direction. По, естественно, оси Y, которая вперед. Вот у нас появился forward. У нас есть dir. Мы их сравниваем. If dir равно-равно forward. Если они у нас совпадают. И если таймер меньше нуля, то shoot. Shoot у нас пока никакого нет. Shoot у нас пока никакого нет. Я думаю, плохая идея сравнивать два направления на прямое равенство. Потому что как будто равными они могут быть никогда. Хотя вот эта штука, наверное, выставит. Мне кажется, они не будут никогда равными. Поэтому давайте как-то сделаем с каким-нибудь этим эпсилон небольшим. mass lib. Почему он не предлагает? Mass lib. Equal. На равенство плохо-плохая идея совпадать. И какой-нибудь эпсилон. Ну не прям одна шестая. Какая-нибудь такая вот эпсилон. Так падет? Падет. Так падет? Падет. Shoot. 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 Shoot нужно стрелять. Давайте докодим сразу. Потом посмотрим на все, на то, что получилось. Я люблю отлаживать сразу большими пачками. Нет, не ноды. Asset. Asset link. Bullet. Type. Мы делаем в шуте. Bullet. Нет. Мы делаем ноде n. World. Загружаем ноду. Load. Node. Что мы load. Node. Что-то мы написали. Bullet. Type. Path. n. World. Transform. Равно. А. Мы забыли сделать мушку. 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 Примитив. Ноды. Даммер. У нашей штуки должна быть ноддаммик, который обозначает то место, с которого она стреляет, собственно. Оно должно быть вот здесь в rotation party. И вот так вот сдвинутый по Y. И вот так вот приподнятый вверх. Вот отсюда примерно будет появляться наша пуля. Повыше, да, чуть-чуть? Так, ну пойдет. Здесь ноль сделаем. Это будет muzzle. И здесь нам нужен паблик ноды muzzle. Зачем нужен muzzle? Или что? Ну, а где у нас пулю спаунить? Это просто точка, в которой мы ее будем создавать. muzzle world transform. Все. Мы создали пулю. Пуля дальше должна полететь сама. muzzle. Что-то не так, да? Не muzzle. 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 С двумя за это или с одной? Пофиг. Rotate tower. Надо ее указать. muzzle сюда. Теперь надо создать пулю. Пулю мы создадим из старого комара. Мы просто оторвем ему крылья. Оторвем ему нос. Сделаем его с другого материала. Цвета, 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 цвета. Какого цвета? Пусть какого-нибудь тоже зеленого, желтого. Желтыми пулями будем стрелять. Зелеными. Что за вообще пули по комарам стреляют? Странно. Пусть будет тогда вот такой ядовито-зеленый. Ярти, сейчас еще эмиссию. Параметры. О, они будут светящиеся пули. Что добавить? Да, 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 добавили. Собственно, этим мы занялись. Кто еще что-то поработал? Тут, по-моему, сразу все идет в комплекте. Это же Unijine. Думаешь, не отражаться они будут? Все тут будет потом. О, SSS все стоят, смотри. Вот эта вот, которая 5S нету, но мы ее поставили. Я не знаю, что это. Тем больше S, это однозначно круто. Нужен класс пули. У нас будет пуля. Create code, C-sharp component, bullet. И добавляем bullet на bullet. А комара убираем. Все, это больше не комар, теперь это пуля. Создаем пуля. 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 Саня, что там про пулю было? Где Саня? А, все, напился, спать ушел. Песни мне петь обещал. Где наша пуля? Вот сюда мы ее засунули. Все, она будет стрелять пулями. Пуля будет, для нее нужно написать логику быстренько. Очень быстренько, 37 у нас минут. Пуля, комар, одинаково. Она летит только вперед. Пулю делаем из комара. В смысле, э, я не включал буфер обмена. Вот это мы воруем. Вот это мы воруем. Идем сюда, bullet. Вот это мы вставляем вот сюда. Один раз. Вот это мы вставляем вот сюда. Все, есть пуля. У нее есть еще, надо было еще стащить дэмэдж. Ну ладно, какой питч он мне постоянно предлагает? Не, ну я, конечно, не против, но нет. Дэмэдж у пули, он у нас, значит, комар там, значит, 100 жизек. Так, лазерный луч 50, пуля будет, ну пусть будет там 20. Пофиг, хорошо. Она должна как-то понять, что она врезалась в комара. А, она же будет еще бесконечно, если промажет, не дай бог. Нам нужно еще какой-нибудь у нее, чтобы бензин кончался. Ой. Макс дистанс. Макс дистанс. Чтобы она не до конца мира этой вселенной летела. На 100 метров она будет лететь. И чтобы нам понимать, что мы… Ой, 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 комары налетели. Privat. Devic.3. Init.pos. Init.pos. Что-то как-то тихо. Никто не комментирует ничего. Никто ничего не рассказывает. Да, что нам нужно сделать? Node.world.position. Ноды. Все, она полетела. Если вдруг, если вдруг у нас есть в маслибе, что у нас есть? Дистанс. Если дистанция от Init.pos до Node.world.position у нас больше чего? Дистанции нашей нет. Дистанция. Макс. Макс дистанция. Все. Node.delete later. Later. Что-то у нас дистанция, да? Что-то как-то некрасиво. Как будто надо вот так вот сделать, да? Чтоб лишний квадратный корень. Хотя какая разница у нас там. Все нормально. FPS охватит. Тачка мощная. Пусть покупают новое железо. Чего мы будем сейчас тут какие-то оптимизации делать? Квадраты. Можно и корни посчитать. Пусть корни считаются. Действительно. Перформанс. Пуля полетела. Если пуля улетела, она умерла. Так, и что самое главное? Пуля должна убить. Ну, в смысле. У нас уже есть что? У нас уже есть где-то код, как найти комара. Где он у нас был, этот код? Вот он. Его же воруем. Зачем что-то новое писать? Пуля будет каждый кадр брать по баунт сфере. Что? Мы будем new world bound сфере. Ноды. World position. World position. Радиус. Радиус пули какой-то. Какой-то радиус. Да? Да-да-да-да-да-да. Да, пофиг. Пусть будет float. Радиус. Нет, не ноль, естественно. 0-1, наверное. Пойдет. Вот так вот мы это все дело делаем. Если у нас есть хоть один комар нам попался, то мы его что делаем? Дамажим на дамаг. И умираем тоже. Ноды. Delete later. Можно даже return не делать. А, нет, надо. Return. Потому что она же попадет туда-сюда. Так, что мы делаем? Конечно, брать для пули intersection по сфере – это говно. Потому что она будет лететь у нас очень быстро. И она проскочит нашего комара. Давайте проверим. Может, зря они все проедут continuous collision, что-то там рассказывают. У нас пуля летит очень медленно. Просто больше фпсов. Опять же, покупайте мощнее железо. Не нужен будет continuous collision detection. Во-первых, почему она поворачивается, у нее уже вектор вперед точно задан. Во-вторых, почему оно не спавнится, новые пули? Мы что, не сохранили опять что-то? Все сохранили. Пулю же мы добавили. Все, передаю. Что с таймером? У нас опять что-то проблемы с таймером? Почему? Нет, все нормально. В смысле? Только что мы что писали? Вот это. Мы же с комариного кода стащили функцию движения вперед с определенной скоростью. Она не вылетала. Вот тут мы ее создаем. Вот тут мы ее ставим в точку. Вот тут задаем направление. Relo time мы делаем. Отнимаем таймер. Отнимаем. Вот тут, наверное, мы прицелиться не можем. Давай вот так. Я хочу видеть, как они вылетают. Это та, которую мы создали. Почему он их не делает? Да, вроде назначили. Так, мы сюда не попадаем, походу. Давай сюда поставим точку останова и посмотрим. Ой, нет. Да, мы не попадаем туда. Виналия, точка останова не срабатывает. А мы в отладке. А почему она не попадает? Потому что она с таймером не попадает. Что-то equal, да? Да, что-то с икполом какая-то хуйня исходит. Почему? Оттаргет ноды позицию, минус текущую позицию. А, ну, конечно, нормалайз, кто будет делать? Никогда они будут равны-то. Никогда. Я надеюсь, типа, Get World Direction нормализован. Будем считать. Будем доверять движку. Пуф, 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 пуф. Пуф, пуф, пуф. Пуф, пуф, пуф. Пуф, пуф, пуф. Пуф, пуф. А, по-моему, она задела, и кто-то умер даже. Так, для начала давайте уберем лазерную турель, они все портят. Мы их быстренько убираем. Во-вторых, мы быстренько правим пулю, чтобы она быстро летала. А то сейчас еще придется делать этот, как он называется. Когда наперед надо целиться, чтобы попасть. Да-да, там, с лутным какие-то уравнения, что-то. Пуф. О, добьет, нет? Непонятно. Давайте проверим, давайте сделаем быстренько, пока мы далеко не ушли. 47 минут не успели. Нет, успеваем, все нормально. Расслабляемся, ребятки. Значит, что мы сказали? Не попадаем почему? Потому что стрелять нужно наперед. Дэвик 3 target position равно target ноды world position. Поскольку я сказал, что там сложные уравнения, мне их лень считать. Вы поняли, да, что нужно посчитать? Вот эту вот фигню. MS pint. Когда вот это вот. Вот ты вот, да-да, ты вот, вот ты, вот комар, он такой сюда летит. А тебе нужно вот так вот выстроить, пуф, сюда, чтобы он попал, когда он будет здесь. Поняли, да? Это какие-то уравнения, что там дискриминант надо считать. Я не лень, короче, я вам. Нет, там дискриминант. Там даже возможно, там даже возможно что-то побольше. Большой дискриминант. В общем, для чего я показывал самое главное быстренько успеем, чат GPT. Ну да, конечно. А VPN-то я откуда? А, ну смотри, у меня VPN есть. Еще разочек. Вы можете передавать права, в котором она летит для команды, и она погибла. Да, просто не пойди, дядя, что она уставит. Чат GPT, объясни мне про... Как это называется? Упреждение? Как правильно? Леодинг, пози-чи-он, фор-три-де-гейм, запятая. If we know, what we know. Таргет, пози-чи-он, таргет, запятые надо расстрелять, а тут не поймет. Вот, таргет, м-м-м, спид, энд, буллет спид. Бу-л-лет-спид. Пока он пишет, нам надо сделать все, что мы ему пообещали дать. У нас, во-первых, таргет поз. Раньше тут была красивая функция get old world position, и можно было посчитать скорость цели всегда, но, короче, сказали, что ее больше не будет. Поэтому быстренько считаем вот так вот ее. Вот так вот сюда выносим, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, пуф, пуф, пуф. Таргет old pos. Old pos. Пак? Вообще пофиг. Нет, сразу зададим какой-нибудь. Равно new dvec3.0. Нет. А, зачем new? Да, dvec3.0. Либо new, либо не new. Нет. Таргет old pos равно таргет pos. Здесь мы что делаем? Мы считаем спид на, собственно, век 3. спид равно таргет текущая позиция минус предыдущая позиция. Это наша дельта позиции. За кадр у нас есть время. Ifps за кадр. Век 3. Что ему не нравится? Век 3. Что-то не так. Вот так. О, красота. Все, у нас есть скорость нашей цели. У нас есть ее позиция этой цели. Вот она у нас. Нам нужна еще скорость пули. Скорость пули, к сожалению, нам пока неизвестна. Поэтому мы ее возьмем отсюда из пули. Из самой. Нам нужна private. Зачем private писать? Господи, float. Speed. Bullet speed. Bullet speed. Как нам понять bullet speed? Придется создать одну эту. War s равно world. Да, пожалуйста. Load. Load. Bullet type pass. Да, пожалуйста. Bullet. А, ну и все. И мы такие. Bullet speed. Bullet. Speed равно. Dead. Компонент. Inparent. Bullet. Bullet что? S. Speed. И удаляем ее. Создали только ради того, чтобы получить скорость и все. Так, 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 так. ChatGPT должна была дописать. Чего? А, во, 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 во. Тут какие-то есть функции. Вот дискриминант. Я же говорил. Все, копируем эту функцию целиком и полностью, вообще не переживая. Мы точно уверены, что ChatGPT работает. Что-то хуйное. Писал. Дэвик 3, конечно же. Дэвик 3. Ты что, не знаешь, что ли? Надо было сказать, что для Unijine. Блин. Сейчас придется много чего переделывать. Bullet position. Какой будет position? О-о-о. Мы не знаем bullet position. Target position, target position, relative position, target position, минус bullet position. Relative velocity, вообще. Target position у нас… А, наоборот, relative position идет у нас сюда, relative velocity у нас идет сюда. Мы сразу их будем передавать. Мы как будто их знаем. Здесь у нас masslib. Да, dot. Здесь у нас masslib, здесь у нас masslib. Что ему не нравится? Relative velocity, relative velocity, на bullet speed, bullet speed. Ему не нравится, что bullet speed float или что? Double. Да, из-за этого мы опять, блядь, натыкаемся на то, что, сука, даблы. Да, конечно. Кто бы сомневался. Дискриминант тоже дабл получается. Не проверяем нифига мне вообще. Это неинтересно. Relative position сюда. А, не, не, пусть будет абсолютной позицией. Пусть будет просто позицией. Мы просто передадим сюда еще dvc3 shooter position. dvc3 shooter. Чуть-чуть приходится вот исправлять, получается, это ваше relative position, это ваше чат gpt. Не могла сама position. Position минус shooter. Так, да? Или наоборот? Все, пойдет. Здесь sqrt, это мы уже знаем, это mash-mas-slip, mash-slip, 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 mash-slip. Все, опять дабл, да? Надо было сказать ей, что это все на Unijine и на даблах. Может, она получше бы это сделала. 55 минут. Я успеваю, не выгоняйте меня. Target position. Это у нас position. А, выходит, получается, я зря начал исправлять, да? Все же было правильно. Она правильно все сгенерила. Target position. Вот, тут вот у нас dvc3. dvc3 leading position плюс target position плюс target velocity. Нет. Relative velocity. У нас стреляющий не двигается. Она это тоже решила учесть. Но это нам неинтересно. Все. Если нет решения, то мы стреляем, куда придется. Если есть решение, то мы стреляем in advance. Собственно, сюда. Вот мы посчитали target position. И теперь мы target position. Target position. Мы изменяем, вызывая эту функцию. Еще бы запомнил ее название. Calculate leading position. Где, 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 где? О, calculate leading position. Ноди, не ноди. Rotate part. Это world position. Target position. Это нас. Что? Это target position, да? Target position. Relative velocity. Это ту спид, которую мы получили. И bullet speed. Это bullet speed, которую мы получили. Как вы думаете, сразу заработает алгоритм? Мне тоже так кажется. Это даже не компилирует. Это мастер-пункт. Это комары? Что-то видно. Работает. Не, 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 просто не прицелилась еще. Не, вот это, вот, все, попадает. Нет, что-то как будто как-то leading position, что-то как-то, да? Кажется. Нет, тут-то попадает. Если бы не было leading position, она обмазала. Можно скорость поменьше поставить. Она просто этих мелких сбить не может. Кстати, почему, интересно? А, типа урон маленький. Надо, чтобы она их с одного удара гасила. Давайте увеличим урон. Speed-то 10, а damage-то пусть будет 100. Сейчас просто добавим еще какие-нибудь разные башни с разной скоростью. Что юзит байонайзер процесс? А, я не закрыл, да? Ой, я два раза открыл. Так. Во-во, она сбила мелко, увидели? Все, все, работает. Но только она проиграла, конечно, потому что она одна. Надо добавить ей помощничков. И включим еще лазеров. И увеличим в конце, что мы увеличим? Количество спавна. Да? Пусть там создаются сколько? Сколько пусть создаются? Пусть здесь создаются 15. А здесь создаются тоже нормально. Все, пойдет. Поехали. 58 минут. Ну, что-то как-то хило. По-моему, проиграли, да? Нужны разные пушки, я понял. Нужна скорострельная пушка с слабыми патронами. Или просто скорость и релот тайм. Давайте сделаем поменьше. 0,5. Они медленно просто пули летят. А вон там раз промазало. Что-то мы не докрутили этот лидинг позишн. Возможно, нас начат GPT. Я знаю, в чем проблема. Полное говно все. У нас они неправильно все прицеливаются. Это что за говно? Кто вот это писал? Все же знают, что надо цель брать ближайшую, а не просто какую-то первую. Float min pos равно 99999. Мы такие. Float dist. Mass. Lip. Distance. Между чем и чем? Между… Между… А? Вы так подождите. Все, мы опоздали. Время. Вы меня выбили. Не считается. World. Position. Минус. Target. Нет, кто там у нас? N. N. World. Position. Distance. Double. Double D. Distance. World. Position. N. World. Position. Если он у нас меньше минимальной позиции, то мы минимальную позицию назначаем этой самой D. Target. Назначаем. Target. Назначаем M. Break мы не делаем. Здесь мы не брейкаемся. Чего? MinPost должен был быть double. Да, да, да. Все же верно. Все же верно. Все же верно. Все же верно. Все. Теперь он у нас будет выбирать ближайшую. Но только для bullet. Для bullet. Для лазерной. Соно будет выбирать непонятную. О, о, о. Гораздо веселее. Скопируем это в лазерную тоже. Поехали. Сейчас, мне кажется, должны справиться. Нет, не справляются. Нормально думаешь? Сколько жизня кто видел? Ну, эти просто быстрые сильно, которые красные. Мы не рассчитывали на такое. Еще, 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 еще. Ну, все, короче, мы проиграли. Что еще можно сделать? Ну, на самом деле у нас закончилось время. Как-то вот так это все происходит. Какое-то заключающее слово сказать. Чат GPT иногда помогает. Иногда не помогает. Нужно проверять за ним. Никому не доверяйте. Что еще можно сказать? Комары гады. Их не победить. Билд в редакторе делать. Ну, здесь, видишь, мы не сделали самое главное спавн этих еще турелей. Давай просто турели вот так наставим. Побольше. И лазерных этих пуколок тоже. Все, чтобы хоть где-то победить. Спасибо. Почему он не находил его? Он стоял и не делал. Какие-то бади еще есть. Но ничего страшного. Это мы уже исправим в версии 2.0. Все. У меня все. Какие-то вопросы. Какие-то результаты. Что-то есть какие-то вопросы? Не знаю там. Когда в релиз дать, даже на дитхаб не попадет. А? Сколько виш-листов? Виш-листов. Виш-листов на что? На игру. За яру. Что за яру? Не понял вопрос. Что значит? Попробуем купить сколько. А. Я просто не покупаю игры на стиме. Я скачиваю все на торрентах. Поэтому не знаю, что такое. Виш-лист. На торрентах нормально раздают. С хорошей скоростью. Ты думаешь, надо было с этого начать, да? Не, ну это их проблема. На самом деле C-шарповая вся штука, она сама устанавливается. Это не плюсовый компилятор. Вроде там все просто. Дотнет нажимаешь установить. Билд, билд, билд. Далее, 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 далее. Устанавливается как-то само. По поводу лицензирования игр? Мы это не будем лицензировать. Можешь забирать. Окей, воруй корт.